Еще одна неделя осталась позади. Какими событиями запомнилась она? Расскажем прямо сейчас в студии Татьяна Журавлева. Здравствуйте! Первое в новом году заседание окружной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе Ямала состоялось в Целихарде. Участие в нем приняли руководители правоохранительных органов, члены правительства и представители исполнительных органов глав муниципалитетов. В ходе заседания обсудили итоги работы в сфере безопасности на дорогах за прошлый год. Заседание окружной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения открылось вступительным словом главы Арктического региона. Дмитрий Артюхов отметил, что в конце прошлого года в округе произошла череда крупных дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли люди. Несмотря на то, что на Ямале достаточно низкие показатели аварийности на дорогах, любая тенденция к ухудшению ситуации должна быть сигналом. Необходимо максимально внимательно проанализировать причины аварий и принять решения, которые обезопасят наших жителей на дорогах. В том числе важным направлением обеспечения безопасности является модернизация дорожной сети. И в этом плане глава региона поручил предусмотреть на трассах при обустройстве мест отдыха для водителей также и инфраструктуру. Понятно, в идеале это вообще какой-то придорожный комплекс. Понимаем, что не везде это получится, естественно, не везде коммуникация это позволит сделать, но что-то простое и маленькое может быть мерами государственной поддержки предпринимательства, компенсации каких-то затрат. Все оно того стоит. Мы с вами потратим несколько миллионов рублей, а действительно сотни, если не тысячи путешественников начнут отдыхать. То, чего мы пытаемся с вами добиться. Особо подчеркнул губернатор необходимость дальнейшего развития системы фото, видеофиксации, нарушений и установки на дорогах технических средств, шумовых полос, муляжей, патрульных автомобилей и другого. Работа по повышению безопасности и комфорта на дорогах Ямала продолжается. Афганистан, Чечня, Северный Кавказ, горячие точки показали, что русские солдаты и офицеры достойны героизма отцов и дедов, победивших фашизм в годы Великой Отечественной войны. Они честно выполнили свой долг, доказав верность историческим традициям. 15 февраля мы, россияне, вспоминаем воинов-интернационалистов с честью прошедших испытания, выпавшие на их долю. В памяти этой нету срока давности. Солдаты и офицеры, верные присяги исполняли свой воинский долг, не жалея своей жизни. 15 февраля отмечается 34-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. Традиционная акция в память о воинах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, прошла и в Ярселе. Собрались десятки жителей, взрослые и дети, и все те, кто помнит подвиг защитников Родины, совершенный ради нашего настоящего и будущего. В этой дате отразились верность присяге, служебному долгу, фронтовое братство солдат и офицеров, которые, защищая интересы своей страны, отдали самое дорогое – жизнь. Афганская война длилась в два раза дольше Великой Отечественной и унесла жизни более 15 тысяч военнослужащих. Минута молчания и цветы к мемориалу. Спасибо вам, герои локальных войн. Мы чтим и помним ваш подвиг. Я считаю, что такие мероприятия очень важны для нашего общества, чтобы сохранялась память в поколениях. И следующие подвиги, великие дела нашей страны, они тоже будут помниться, ведь мы помним нынешнее. Книга – лучший подарок. Это выражение прочно вошло в нашу повседневную жизнь. Но не все знают, что у лучшего подарка есть своя дата – 14 февраля. Идея учреждения этого молодого праздника родилась в 2012 году у английской писательницы «Мамы двоих детей» Эммы Перри. Инициатива нашла поддержку не только на Туманном Альбионе, но и в других странах мира. Как в Ярселе встретили День книгодарения, знает Виктория Ловецкая. 14 февраля в Центральной библиотеке встретили Международный день книгодарения. Абсолютно каждый желающий мог принести книгу и подарить ее. Участниками доброй акции стали жители разного возраста. Ветераны Ямальского района – ценные посетители. Каждый принес интересную литературу, чтобы книги нашли своего читателя. Вот где сейчас магазин «Алиса», там был книжный магазин. И мы вот с пяти, с шести часов утра занимали очередь, когда завозили новые книги, чтобы купить что-то интересное, потому что очень много читали. Тематика подаренных книг разнообразна. Романы, детективы, книги русских классиков, детская литература. То, что принесла детские книжки, думаю, ребятишкам они понравятся. Там и военные детские книжки, есть Михалкова книжки, и Пришвина, и очень-очень-очень много интересных писателей. Сотрудники библиотеки благодарны всем неравнодушным за их бесценные дары. Теперь еще несколько экземпляров книг пополнили библиотечные фонды. Мы очень рады, что к нам приходят и нам доверяют свои книжки. Кроме того, не только сегодня, 14 февраля, можно подарить книгу. Любой житель может прийти в любой совершенный день, если у него есть книга, которую он хочет подарить, и подарить ее нам. Излюбленное место посещения Ресоленцы в соц. Арктика уходит на капитальный ремонт. Работы уже начались на первом этаже основного корпуса и далее продолжатся согласно утвержденному плану. В конце прошлого года спортивный объект отметил свое десятилетие, а это серьезное основание для того, чтобы подлатать дыры. Что именно планируется сделать, расскажем далее. Десять лет на службе здорового образа жизни эмальцев. В соц. Арктика начались плановые ремонтные работы. Сроки эксплуатации здания диктуют свои условия. 1 февраля подрядчик из города Тюмень приступил к исполнению заключенного договора. В настоящее время раздевалки на первом этаже закрыты для посетителей. Спортсмены и любители здорового образа жизни могут пользоваться аналогичными помещениями при бассейне. Кроме тех раздевалок, которые сегодня уже ремонтируются, планируется ремонт раздевалок на втором этаже в бассейн. Планируется замена покрытия в спортивном зале. Спортивный зал, пол будет более комфортный и приспособлен для игровых видов спорта. Планируется ремонт крыши и мы очень надеемся, что те моменты, которые мы бы хотели к ремонту, это кафе «Айс», это канализация, все-таки будут осуществлены. Как отмечает руководство ФСЦ «Лидер», сроки по локациям капитального ремонта растянуты более чем на полгода. Все, чтобы не останавливать тренировочный процесс ни для воспитанников, ни для населения. С 1 апреля бассейн и зал игровых видов спорта, согласно плану работ, закроют для занятий и каких-либо соревнований. По плану, соцарктика будет готов к работе в полном объеме, к новому учебному году, то есть к сентябрю. Спортивная неделя выдалась невероятно жаркой. Воспитанники ФСЦ «Лидер» защищают честь района сразу на нескольких окружных площадках. В Салихарде проходит чемпионат и первенство Янао по северному многоборью. Спортсмены Ямальского района уже взяли несколько высоких наград. Максим Салендер – первое место в беге с палкой, Анатолий Худи – первое место в тройном национальном прыжке. Егор Салендер и Людмила Лаптендер – участники первенства Янао завоевали золото в беге с палкой, бронза у Евгения Авануйта. В метании топора на дальность, серебро у Виталия Авануйта и Людмилы Лаптендер. Команды воспитанников «Лидера» по плаванию принимают участие в окружных соревнованиях в Губкинском. Второй результат и серебряную медаль команде принес Евгений Журавлев. Поздравляем мерселинских спортсменов и их тренеров. Мы продолжаем следить за развитием событий. Это были главные новости прошедшей недели. Если вы еще не подписались на нас, сделайте это прямо сейчас. Будьте в курсе событий. Продолжение следует...